Университет берет город на обслуживание с точки зрения каких-то сервисов и внедрения передовых технологий и может наступать таким полигоном. То есть для начала это может быть территория кампуса для внедрения, апробации новых технологий, чтобы дальше апробированные пилотные участки на территории самого кампуса могли бы, так сказать, расшириться до уровня города спутника Южный. Соответственно, хороший пример подобной коллаборации это пример Нью-Йорка, когда, например, вся безопасность и программа «Безопасный город» отдано в Нью-Йорке местному университету. Это как раз пример хорошей коллаборации местных властей и местного университета, который создает рабочие места, создает новые технологии на этой территории и фактически делает ее инновационной территорией опережающего развития. Ну вот, мне кажется, такой обзор того, куда мы движемся, в том числе в рамках нашего проекта и, я надеюсь, в России в целом, готов ответить на вопрос. Спасибо. Я для начала хотел бы подчеркнуть один важный тезис, он здесь прозвучал, что университетский кампус может быть средой, в которой делаются опережающим образом чисто технологические инфраструктурные решения. Для того, чтобы именно там их, а, тестировать, пилотировать, и, б, выращивать уже и компании, и людей, понимающие, как это устроено. Ну, к примеру, кампус изначально размеченный под роботизированный транспорт, или кампус изначально зеленый, то есть, я имею в виду не растительно, а экологичный, с воспроизводимой энергией, с энергонезависимыми зданиями и так далее. С одной стороны, это дороже, с другой стороны, довольно много компаний с удовольствием дадут свои технологии или деньги для того, чтобы отпилотировать такие истории, или сделать какие-то модельные площадки. Я совершенно спокойно это говорю, потому что, ну, это было связано не с университетом, это была такая чистая бизнес-история, но я прекрасно помню, когда лет 15 назад там ЦИСКО бесплатно дало свое оборудование для создания крупного колл-центра, и он потом использовался как демонстрационный, то есть, вот компания, которая это выпускала, она почти денег ее ни копейки не вложила, а получила мощнейший бизнес-профит. То есть, университет тоже запросто может использовать такие решения, многие компании с удовольствием будут размещать там свои истории. Если я не путаю, если здесь есть представители УРФУ, то, по-моему, история Макинзи с цифровой фабрикой УРФУ, она какой-то такой же под текстами, нет, здесь никак.